В эфире РБК Уфа. Мы вещаем из отеля Шаратон. Я Кирилл Кукош. Здравствуйте. Вот главные региональные новости к этому часу. Положительная динамика. Бюджет Башкортостана исполнен с профицитом в 7,5 миллиардов. В точке роста предпринимательства бизнес-омбудсмен Борис Титов встретился с предпринимателями Башкортостана. И в отсутствие главного инвестора проект «Муслим-Сити» в Уфе отправили на доработку. За 7 месяцев текущего года доходы консолидированного бюджета республики превысили расходы почти на 7,5 миллиардов рублей. Рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года почти на 2%. Такие данные приводит Минфин Башкортостана. Доход республиканской казны составил почти 106 миллиардов рублей. Основные источники пополнения – налог на доходы физлиц более 25 миллиардов, налог на прибыль организаций больше 23 миллиардов 160 миллионов и акцизы и налоги на имущество почти 21 миллиард. Расходы консолидированного бюджета с января по июль превысили 98,5 миллиардов, снижение на полпроцента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Основные статьи расхода бюджета – это социальная сфера 77,6% или почти 76,5 миллиардов рублей. На субсидии предприятиям и организациям потрачен почти 51 миллиард, на медстрахование неработающего населения и в пенсионный фонд отчисления 12 миллиардов, на социальные трансферты населению выделено около 13 миллиардов и более 10 миллиардов направлено на финансирование дорожного хозяйства. Уполномоченный по защите прав предпринимателей при президенте России Борис Титов назвал точки роста бизнеса Башкортостана. По его мнению, в регионе необходимо переходить от производства полимеров к производству изделий из них. Об этом уполномоченный по защите прав предпринимателей рассказал во время визита в республику. Он начался со встречи с Рустамом Хамитовым, где глава региона обсудил с Титовым вопросы поддержки и развития бизнеса в регионе. Глава республики предложил активнее вовлекать регионы в работу Столыпинского клуба. В Уфе Борис Титов побывал на центральном рынке, открыл форум молодых предпринимателей и выслушал проблемы представителей малого и среднего бизнеса. Сегодня главное – это переработка, увеличение переработки. Это сегодня переход от производства нефтепродуктов к полимерам, которые тоже здесь производятся, к изделиям из полимеров. Сегодня очень важно, чтобы большое количество малых предприятий могло развиваться в производстве изделий из химических продуктов, которые пока мы еще в огромном количестве закупаем в Китае. Также Борис Титов заявил, что в ближайший месяц обязанности бизнес-омбудсмена страны на общественных началах будет исполнять сопредседатель деловой России Андрей Назаров. В этой работе мы будем в том же режиме, на том же качественном уровне защищать предпринимателей. Я уверен, что мы сможем с Борисом Юрьевичем и с другими нашими коллегами добиться многих законодательных системных изменений. Информация о курсах валют, установленных Центробанком на сегодня, и доллар, и евро подорожали. Курс американской валюты по отношению к российской повысился на 39 копеек, 63,93. Европейская подорожала на 51 копееку, курс 72,45. Лучшие обменные курсы на данный момент – покупка доллара в банке Траст за 64,01, продажа в Уралкапитал банке за 64,19. Наиболее выгодные предложения по покупке евро в Тимербанке за 72,30 по продаже в Татфонд банке за 72,65 рубля. Напомню, что кредитная организация взимает комиссию до 100 рублей за обменную операцию. Власти Уфы не будут реализовывать проект «Муслим-сити» в нынешнем виде, а отправят его на доработку. Это связано с замечаниями горожан на публичных слушаниях и представителей Русской Православной Церкви. Документ предусматривает застройку 20 гектаров территории около строящейся в столице республики по проспекту Салавата Юлаева мечети. По плану на участке должны были появиться заведения общепита, а также высотные здания, жилой комплекс и гостиницы общей вместимостью 500 человек. В каждом из них может быть от 3 до 15 этажей. На первых этажах будут расположены аптеки, магазины «Халяль» и филиалы банков. Основные были замечания по высотности, насколько я знаю. Кроме этого, близость церкви. И, как многие жители считают, что этот ансамбль закрывает церковь, которая небольшой высоты. Она небольшая, вы знаете, и на их фоне может потеряться. Поэтому вот эти все вещи должны быть учтены и проектировщиками, и откорректированы. На днях сообщила о прекращении финансирования строительства соборной мечети и «Муслим-сити» основной спонсор – фонд «Урал». Причиной организации указывает изменение заказчикам и подрядчикам согласованной ранее концепции застройки, которая предполагала строительство малоэтажных объектов, а не жилой и коммерческой недвижимости. К этому часу у меня все. Далее московская студия РБК. Не переключай. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова